Всем привет! Мы сегодня проснулись рано, в 7 утра. У нас сегодня джипинг, поедем на машинах в горы. Честно говоря, поздно спать, любли. Сейчас тяжело, а то проснулись. Вот как-то кровати раздвинули. Лежит, попьет кровать. После завтрака мы прыгнули в уазик, и он нас помчал в неведомые дали. Первая остановка была в кафе Наташа. Сюда нас завезли для того, чтобы могли умыться, попить водички, ну и посмотреть на этого орла. Через некоторое время асфальтовый серпантин мы сменили вот на такую дорогу. Это река Пшада. Двигались мы по каменистым берегам, периодически пересекая реку. В такую жару было очень приятно ловить на себя брызги холодной воды. Едем на джипах по реке Пшада и приехали к дольменам. Сейчас покажем, что это такое. Вот можно посидеть, подумать. Дольмены – одна из самых интересных исторических достопримечательностей Краснодарского края. Возраст дольменов, сложенных из огромных камней весом до 30 тонн, достигает 5000 лет. Предназначение этих каменных извояний до сих пор является загадкой для историков и археологов. Как ты, Алин? Хорошо. Хорошо? Хорошо. Ощущаешь себя, как в джунглях. Первое знакомство позади, и мы идем дальше. Ух ты! Это... Яблони, Анжела! Ну, я сорвал вот. Да ты что! Я был восхищен красотой яблоневых садов. Вот он, патриарх. Ну, такое название ему дали. Давай, ты загадай желание. Загадай, Жень, желание. Только я сказал про туристов, что никого нет, так вот они. На, приехали. Целый 66-й газик. Хочу сказать, интересно, конечно, впечатление вызывают эти дольмены. Конечно же, мозг начинает накручивать. А что это такое? А как это сделали? А для чего? А кто вообще? Надо почитать в интернете, какие есть версии и теории. Местные жители говорят, достоверно неизвестно до сих пор. Но есть одна гипотеза. Я думаю, что это место жертвоприношений. Алина, ты все яблоки ешь? Да. Любитель яблок. Мы вообще приехали... Да вот, пройдемся до кабанчиков. В такое место крутое. Здесь вообще, конечно, геленджик нас радует, честно говоря. Приехали в Дивномёдье. В Дивномёдье. Вот. Нам тут показали... Мы заказали обед. Нам показали баню с купелью. И сейчас мы побьем чайку и пойдем на водопады купаться. А смотрите, кто тут есть. Алина, тебе нравится вообще наша поездка сегодня? Ну скажи хоть пару слов родителям. Они же скучают по тебе, Алина. Да. Ну? Мама, папа, здравствуйте. Ну говори нормально, чтобы членораздельно было. Давай. Как? Ну, четкую дикцию. Мама, папа, здравствуйте. Я по вам очень-очень скучаю. Со мной все хорошо. Как тебе отдых? Нравится, не нравится? Да, нравится. Питание хорошее? Да, очень. Сегодняшняя экскурсия тебе нравится? Да. Ну, круто. Не знаю, конечно, передает ли камера масштаб. Вот очень красиво. Нам, конечно, нашему северному глазу такие горы. Вообще, ну, очень радует. Да, я даже задумался. Вот опять смотрю на горы и задумался. Зелень. Такой перепад высоты, столько кислорода. Вообще красота, конечно. Не помнишь? Модная, кстати, пчела с этим цирокезом. Пьем чай из самовара на травах. Ну и традиционно блины с медом. О, жады, кабан, кабанище. О, такого в лесу встретить не очень хорошо. Сразу газовать начнешь. Кабан, Петрович. Со страху. Они же нападают, да? Ну, когда защищаются, конечно. А я прям так пойду по реке. Вода холодная. Я-то иду на самом деле к воде, привыкая к водопадной, чтобы мне легче было прыгнуть. Мы всей своей семьей реально рекомендуем просто. Кто будет в Геленджике, обязательно съездите на экскурсию на джипах, на водопадах. Тут очень красиво. Важно, конечно, кто будет водителем. Если у вас будет экскурсовод, то это, наверное, хорошо. Но тут чаще всего водители выступают экскурсоводом. Нам с водителем повезло. А с тем, кто предложил нам эту тему, не очень. До водопада идти километр. Водопад высотой 9 метров. Планируем купаться. Планируют купаться все. Но я думаю, реально желающих немного будет. Я не очень желаю. Потому что таких поморов, как мы, мало. Продолжаем свое восхождение. Вот видите, для туристов урны поставили. Молодцы. Вообще в Геленджике нам нравится. Чисто. Чисто. Конечно, курят везде. Курильщики. Ну, что поделать. Наверное, у них такие правила. Курят где хотят. Наверх, Жень, налево, наверх. Обалдеть. Обалдеть. Прям идем по горной реке. С ума сойти. Это же все периодически осыпается. Ну вот, добрались. Изрядно разогревшись на солнце, мы наконец-то добрались до водопада. Вода в нем была очень холодная. Холодной водой меня не испугаешь. И поэтому я полез под самую струю. Мой племянник Алин тоже хотел познать это удовольствие. Но никак не решался. Потому что в воде было, но очень холодно. Сын Евгений смог залезть в воду только по колено. А вот Алин долго готовился, собирался с силами. И все-таки залез по самые уши. Молодец племянник. Респект тебе, уважуха. Держи пять. После посещения водопада, мы отправились обратно на стоянку автомобилей. Там нас в кафе ждал ранее заказанный обед. Водичка бежит. Мы перекусили плотно, и уазики повезли нас домой. Пришли на обед. Уставшие. Приятного аппетита. Спасибо. А что, даже мясо у нас никто не заказал? Это я заказала. Спасибо. Спасибо.